Несмотря на дождь и холод, Анатолий Константинов с утра торопится в районный многофункциональный центр. Ни за справками, ни за документами. Это важнее. Сегодня здесь он получает фотографию своего отца, ветерана Великой Отечественной войны, чтобы присоединиться 9 мая к шествию бессмертного полка на Красной площади. Пожалуйста, фотографии для участия в шествии. Большое спасибо. Выдача фотографий для участия в шествии началась на этой неделе. Но истории для общей книги памяти в МФЦ Москвы принимают с февраля. За это время о своем герое уже рассказали больше 70 тысяч человек. По крупицам. Они пишут летопись войны из живых имен и судеб. Помогают детские воспоминания, награды, письма и пожелтевшие от времени снимки. Вот его фотография экипаж. Вот он, второй справа. Это июнь 1944 года. Он особо не рассказывал. Я только судил по вот этим благодарностям от Сталина. Знаю, что он служил в 12-й гвардейскому авиаполку дальнего действия. От Сталинграда до Берлина Георгий Иванович Константинов прошел всю войну. В семейном архиве остались бесценные награды. Медали за оборону Сталинграда и Ленинграда, за взятие Кенигсберга и Берлина, за победу над Германией и Орден Красной Звезды. Я понимаю, что это за война была. Я понимаю, как тяжело победа досталась. Поэтому мне хочется всё рассказать. И почтить память отца, выйти на Красную площадь с его портретом. Вместе с Анатолием в рядах шествия пройдут его дочь и четырёхлетний внук. Всей семьёй собираются на Красную площадь и потомки Веры Ивановны и Григория Алексеевича Огарёвых. Моя мать ей дали уже в 1944 году отпуск на родину. Она уехала в Кострому. А в пути, это была зима, она заболела. И она когда приехала, она уже свалилась там. А связи-то какая? Это из Костромской области. И связи никакой не было. И когда её там уже неделю не было в этой самой, ну как бы она в части, то её как бы объявили, что она дезертир. Ну вот. И мой отец, как старшина батареи, значит, поехал ловить дезертира. Вот. Он вернулся с ней в часть, но с тех пор как бы он у неё глаз положил. Сегодня Владимир Огарёв получил фотографию матери. Скоро вернётся за снимком отца. Правда, сделаны все фотографии уже после войны. Фотография отца была одна единственная. Он стоит в военной форуме. Это военная фотография. И там попала бомба в банк. И он стоит на деньгах. И там деньги валяются кругом. Электронную книгу памяти пишут всей страной. Каждый день в МФЦ Москвы рассказать о родном солдате или дружнике тыла приходит около тысячи человек. Принимают всех – и москвичей, и людей с регионов. Можно приносить фотографии, письма, газетные вырезки. Всё, что есть на руках, всё можно принести. Также, если ничего человек не имеет, ни фотографии, ни письма, он может просто прийти, и мы с его слов заполним анкету. Всю информацию сотрудники центра вносят в специальные анкеты. А потом, по желанию заявителей, печатают фотографии для участия в шествии. Число таких желающих растёт с каждым днём. У нас за четыре дня прирост на пять тысяч. Это очень большое, многолюдное, красивое, очень сложно организационно устроенное мероприятие. Но самое главное, что где бы вы ни встали в бессмертный полк, вы обязательно пройдёте по Красной площади. И пока последний человек, несущий портрет своего солдата, не пройдёт, шествие не закончится. Пройти в едином строю уже собираются 80 тысяч человек. По словам организаторов, цифра вполне может и удвоиться. Ведь каждый может стать участником шествия. Или просто внести родное имя в общую историю Великой Победы. Сделать это можно на сайте проекта или обратившись в ближайший многофункциональный центр. Продолжение следует...